здравствуйте в этот раз я вам расскажу как нарисовать интерьерную картину в стиле поп-арт это будет совсем не сложно она будет яркая эффектная а в преддверии 8 марта мне кажется очень актуально можно даже в виде открыточки и и делать итак я делаю это на уменьшенном формате конечно же для удобства вот у меня холстик такой небольшой если вы хотите крупную большую интерьерную картину выберете хост побольше или какую-нибудь дсп картонку если вы рисуете открытку или обычный рисунок то берете бумажечку краски вот все которые у вас имеются самые яркие самые насыщенные самые красивые я рисую акрилом можно это гуашью маслом тем же акрилом акрил самый яркий мне кажется в этом вопросе и вот я такие кислотные какие-то ну буквально пережила всю палитру взяла все что было нету таких ярких берите чуть поскромнее краски по не такие активные кислотные тоже картина будет очень эффектно видеть оранжевый розовый зеленый каких-то два голубых даже синий есть желтый красный он же розовый черный и белый может быть потребуется мастихин может не потребуется не уверена кисти нам точно потребуется вот крупные и потребуется еще такая пузырчатая пленка на эти которые щелкать любим оберточная в которой могут прислать что-то но если ее нет тоже ничего это один из стилей украшения картины можно и без нее обойтись и так приступаем я тут забрызгала холстик ничего страшного берем голубую красочку и смело начинаем покрывать нашу работу пятнами я беру и в произвольном просто порядке здесь здесь голубой у нас будет основа нашего рисунка поэтому его будет больше всего здесь такие соединенные даже пятна остальные будут может быть поменьше а эти пятна самые крупные самые активные чтобы как будто бы взять на себя роль фона здесь чуть-чуть видите в произвольном порядке просто наслаиваете красочку вот таким образом если у вас полупрозрачная как у меня просвечивает холст ведь вот отмазнула и вроде сняла краску с холста подождите она чуть-чуть подсохнет и наложите второй слой так прокрасили в общем можно вот как я вам говорил выждать пару минут чтобы она чуть-чуть взялась подсохла наложить второй слой лучше если края у пятен более лаконичные ведь тут я мазочками дело вот делайте такими более квадратными ровными края тогда будет легче накладывать следующие пятна основную часть мы уже считаете сделали вымываем кисточку вымыли кисточку обязательно в водичке так промокнули салфеточкой чтобы снять видите остатки краски и воду естественно берем давайте возьмем какой какой наш розовый цвет давайте возьмем вот так вот снизу этим розовым цвет но это я снизу а вы там где вы хотите вам нужно в разброс но ведь много 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 пятен здесь не знаю здесь но старайтесь если вас мокрая голубая красочка не заходить на нее 5 как будто бы вокруг нее проходится на чего просто ну смешайте краски нам тут хорошо бы их не смешивать чтобы они так и остались такими иногда можно так вот зайти немножко но чтобы не смешалось такую живописную массу нужны отдельные цвета отдельно наложенные краски здесь положила где здесь положу красочку так вот встык накладываю возле голубой все главное чтобы было достаточно много теперь что я делаю теперь умала хорошенько вытирал набираю статки дышки краски что дальше тянем зеленый зеленый цвет и зеленый вид он такой яркий у меня насыщенный если у вас зеленый потемнее добавьте в него желтый он уже будет веселее будет более салатовым где еще здесь можно добавить эти как только я затрагиваю голубой сразу будут пятна цветовые поэтому лучше либо ждать когда просыхают пятна либо аккуратненько аккуратненько работать чтобы они не попадали слишком нашу работу тоже зеленый очень прозрачный поэтому придется накладывать несколькими слоями ну и везде не буду вам говорить как что я везде одинаково буду накладывать краски как видите я заполнила все пространство моей картины не оставила никаких дырочек и теперь подождав когда чуть-чуть просохнут краски можно взять мастихин можно взять ту же кисточку но мастихина мне нравится работать больше я вам говорил аналог может быть кухонный нож или там какая-нибудь не знаю картоночка просто чтобы было чем наложить эту краску теперь мы попытаемся подпортить нашу работу уж больно красиво у нас пятна ровненькие берем мастихин и мастихина вот так вот жирненько смотрите теперь наконец-то можно накладывать краску вот таким слоем берем как всегда от себя никак в ложку зачерпываю на другую сторону и один миллиметр не доходим до нашей работы во первых я накладываю и второй слой как видите значит уже краска будет гораздо эффектнее смотреться а во вторых я делаю мастихин вот такие красивые мазочки смотрите как хорошо сразу всю красочку и использовала забрала да вот может так кое-где вытереть мастихин и оставив такие красивые цветовые пятна вытираем мастихин после каждого нового нанесения берем розовый розовым то есть теперь вот нужно чуть-чуть подпортить эту работу вот такими пятнами чтобы не было несколько крупных лаконичных пятен нам нужны вот такие вот красивые всплески эмоций как их назовем 1 1 что еще оранжевый кстати мы не использовали вот смотрите такой красивый цвет вот так жирно его накладываем смело местами вот здесь куда хочу туда и накладываю можно даже специально так немножко подергивать руку вас будто немножко убираю его и и вот поверхности холста и оставлять и красивые прорехи холсте главная задача это добавить еще несколько мазочков и раз развеселить ход назад подпортит развеселить когда добавляем такие эффекты что еще за 1 вечер и палитру почистим по убираем все ненужное голубой цвет вот кое-где можно пройтись где он вас там смущает весь 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 его выбрала весь забрала голубой цвет можно кстати белый с голубым смешать вот он и голубой светлый если у вас достаточно темный просто голубой я рассказываю как сделать светлый голубой так теперь что давайте голубого мазнем красный у нас красивый красный цвет могут еще раз его чтобы было не как у коровы ровное круглое пятнышко вот такие кривые мазочки эта же картина чтобы зрителю было интересно подойти и рассмотреть ее главное оставить какие-то основные массы покрупнее красный голубой ведь у нас такой основной цвет сломного чуть-чуть закрою розовый и что и желтый у нас еще есть цвет наш добавляем желтого уже лаконично там 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 все несколько роз ты сильно разносить по палитре не хочу ну что у него достаточно есть все вытерли наш мастихин чик что еще можно здесь делать здесь можно хорошо брызнуть на брызги такие поделать они очень эффектно будут смотреться потому что этот стиль живописи позволяет вот такую небрежность какую-то забрызганность пятна вот мы сейчас этим и займемся так давайте подумаем каким цветом у нас брызги можно делать красным принципе любым берем капельку воды быть с красного начнем там посмотрим так разводим немножко нашу красочку чтобы она была такая жидкая жидкая сметана чтобы не капала с кисточки еще потом поднимаем если мы тряханем чтобы она так свалилась с нее вот можно взять вторую кисточку и об нее стукнув вот видите чем гуще вы разведете красочку тем крупнее будут ваши капли это мы добиваемся если мелкие брызги хотите то можно взять одну еще побрызгать я хочу таких крупных видите причем я стараюсь на красный попадать а именно на другие цвета тогда красный будет заметнее вот есть чтобы не пропадал уж давайте еще я видите так его немножко концентрирую в одном месте не везде вокруг вот кучника тут тут и здесь здесь больше не нужно каким еще можно брызгануть давайте подумаем желтым конечно можно его правда не очень видно будет я бы каким-нибудь синим не хочу черным не хочу можно белым это сделать вот и себе еще белого добавила точно так же берем капельку воды размешиваем пожиже и начинаем точно так же несколько таких красивых кисточку берем о вообще шикарно смотри когда клякс еще вышла шикарная о класс потому что мелкие брызги не всегда эффектно смотрится вот такие крупные тоже есть за что глазу зацепиться это уже интереснее вымыли кисточку я бы наверное пока остановилась потому что нам еще нужно главную нашу фигуру нарисовать поэтому давайте пока больше брызгать не станем снова выждав когда все это вся эта красота высохнет ведь художник это прежде всего терпение только человек обладающий терпением может из неудавшейся например работы переделать все в хорошую красивую вот так и здесь чтобы не испортить нужно запастись терпением дождались когда все высохнет и начинаем рисовать главный объект берем тоненькую кисточку и примерно представляем себе какой формы будет наш пузырек вот здесь вот достаточно крупный на всю работу но так чтобы он не уперся у нас не потолок не вполне стороны наш примерно так представили берем черную красочку капельку в нее водички добавляем чтобы чуть-чуть она так разжижилась и начинаем пожалуй с компоновки он должен быть чуть ниже для колпачка оставить нужное место давайте так примерно себя тут точку поставим здесь точку поставим такие знаете примерно параметры нам нарисую давайте теперь не бойтесь у вас будет криво в этом класс посмотреть на наш всю работу здесь ровные идеальные линии даже не будут смотреться поэтому берите без линейки спокойно так проводите линию старайтесь не толстый сразу лучше потом уплотнить их пытайтесь горизонтальнику главное чтобы не сильно не заваливались стороны а там хуже кривее ровнее это уже неважно и снизу точно такую же линию проводим горизонтальную он должен быть практически квадратный но все таки чуть-чуть вытянутым и так чтобы симметрично по сторонам оставались у него одинаковое расстояние до конца работы здесь закругляем уголочки делаем их просто чуть-чуть закругленными не такими острыми закругленными и вниз пошли пошли вниз так на совете если не сошелся уголок ничего страшного взяли вот так и добавили к нему никто нас не накажут за это так теперь посмотрели сколько у вас расстояние как художники меряют берем кисточку так пальчиком раз кисту кисть упираем линию а пальчиком отвечаем где холл закончился здесь точно также берем отмечаю и там где у вас был ноготок поставили точку так меряют художники без линейки ножники с линейкой ничего не измеряю только глазомером на глаз так поэтому расскажу как нибудь подробнее потом и закруглили уголочки есть получился квадрат ну бывает хотела чуть-чуть вы этим ничего страшно мы сейчас кстати исправим мы возьмем мы добавим больше линии сюда сверху больше линии снизу вот вам пожалуйста вот так взяла смотрите добавила еще одну жирную хорошую линию вот он уже стал гораздо продолговать и сюда я между ними там можно что-то мазнуть теперь главное вот точно также и немножко испортить эту линию можно еще одну так снизу провести чтобы они не были ровными как на чертеже так здесь что у нас провели параллельно еще пару линий не от начала до конца вот провели бросили эту линию чуть-чуть видите специально говорится уроду я специально и делают четче жирнее и кривее чтобы у зрителя создавалось впечатление что вы совершенно легко не задумываясь провели эти легкие мазки здесь тоже взяла и провела как хотела внутри нее отступив немножко чтобы был праздник проглядывался фон провожу еще одну линию как я вам говорила мы немножко опустим этот но вот и уже она стала чуть-чуть про долговать и да и дно у бутыльков обычно такое на выгнутая мы его так чуть про продлим еще чуть чуть больше линий на здесь линию здесь здесь что тут можно пару линий добавить в принципе то что мы хотели мы нарисовали теперь горлышко ровно посрединке делаем такой жирный мазочек света все вот такими мазками выполняю это же интерьерная полуабстрактная работа по парт тому делаем не оконченные линии намеки скажем так намеки на линии отступила делаю тут расширение этого горлышко здесь такую одну линию провожу здесь не буду ничего проводить здесь вот тут я всего лишь намекаю что у меня там горлышко я не рисую эту трубу все и сверху рисуем колпачок горизонтальную ровненькую линию которая заканчивается которая вот меньше заканчивается до бутылька точно также делаю у нее скошенные углы вот так вверх их поднимаю прям жирные такие даже бачки рисую вторую линию провожу многолинейность она очень украшает нашу картину делает ее сложнее чем если бы одной линии просто нарисовала все еще одна горизонтальная скошенный уголок сверху еще пару линий как будто бы там какие-то узнаете фигурные узоры например на этом колпачке тут еще здесь так раздвоилась она к примеру здесь пожирнее можно здесь даже соединить вот с колпачком то есть в принципе все ясно что это у нас верхняя крышка колпачок это сам бутылек достаточно жирный можно еще пару линий если хочется тут художник вы вы решаете сколько у вас будет линий сколько у вас будет чего и решайте и конечно чтобы его не оставить пустым нарисуем здесь квадратик напишем на нем шанель например можно написать любимые свои духи какие угодно можете вообще поставить перед собой свой любимый флакончик именно его нарисовать вы рисуете что хотите я рисую что-то такое узнаваемое вариация на тем в этой картины очень много таких картин подобных видела вот мне захотелось свою вариацию подобное написать делаем достаточно широкий прямоугольничек чуть кверху его поднимаю то есть него сверху меньше расстояния чем снизу так постепенно не сразу нарисовали огромный от меньшего эти к большему сначала маленький возделать теперь увеличиваю так я себе вставляю и к отступлению вдруг у меня криво получится я всегда смогу чуть-чуть увеличить и этим исправить его форму вот так можно еще покрупнее потому что он достаточно ровный красивый но хочется чтобы чуть поярче смотрелся на этом пузырьке вот теперь то что надо достаточно крупный вымываем кисточку ждем когда чуть-чуть просохнет если вы хотите чуть-чуть сделать ярче наш пузырек вы можете когда вы работали над фоном фон делать светлее а можно вот если вы не сделали как я светлый фон можно взять белила чуть-чуть так развести и белой красочкой только не делайте везде одинаково водку кое-где вот так вот дублируете черные линии кое-где для контрастности вы добавляете белых линий и тогда у вас бутылек ваш засветится он не будет таким темным на темном фоне здесь между линиями только не перекрашивайте черный а буквально между ними кое-где не везде везде нам это не нужно вот так местами вот там по дну вот здесь парочку этих линий туда-сюда снизу вот там где самые темные места может его вот так чуть-чуть выбелить и тогда будет более заметным эта форма и добавляю белого здесь не хватает на мой взгляд можете не добавлять мне кажется вот добавив этих белых элементов бутылек вырвется от фона и станет более заметным так и вышло он стал более заметным чуть-чуть вот здесь по этикеточки проведу местами везде не буду везде мне не нужно вот кое-где есть нам нужно сделать надпись можете не делать можете только один бутылек оставить а я сделаю надпись насколько это у меня получится я конечно не каллиграфист шрифты это не моё не люблю их но нужно итак что мы пишем может быть криво получится посмотрим берем самую самую тоненькую нашу кисточку где вот она у нас белый цвет берем и пытаемся достаточно симметрично написать название бренда духов если вам хочется или не писать его если вам не хочется тут уже дело вкуса но мне кажется будет пустовато просто без надписи всему есть причина его не просто так пишу а чтобы занять вот это центральное место иначе пустоват пузырек иначе нужно что-то придумать например можно налить него духи сделать куда отметочку что там есть духи тоже стараемся ровно но на грехи особо внимания не обращаем что вся наша картина выполнена в таком стиле то есть здесь можно и без трафарета можно и от руки себе позволить написать название пишем не пишу шанель вы пишете то же самое или что хотите ничего не пишите ничего страшного главное решиться и так все страшно как я представляла так сверху номер 5 конечно же да самый узнаваемый бренд так причем ведь я уже все меньше и меньше детализирую потому что все меньше и меньше надпись становится так парфюм на духе написать напишем тоже уже почти не обращаю внимание на то как пишу потому что надпись еще меньше есть и там тут какая-то мелкая надпись мы прям даже писать ее не будем я сделаю вид что она там есть чуть-чуть кривенькие такие линии зритель будет думать что это надпись а у меня там ничего но то если конечно у вас позволяет размер работы у меня очень видите маленький формат если вы пишете картину там полуметровую например конечно не сможете себе позволить этот финт придется писать а если такой мелкий то это простительно есть знаете как красиво получилось у нас есть центральный предмет можно если хочется еще как я вам говорю ну раз уж мы ее взяли то можно ее использовать эту бумагу такую пупырчатую нашу пленочку можно не использовать как я использую я беру например любую красочку которая мне нравится вот синяя крашу пузыри крашу пузыри крашу пузыри и просто поп-арт характерен вот такими точками и я могу например еще ввести белый не только синяя вот так вот раз и в белый перешло градиент себе сама сделала и теперь куда хотите вот куда хотите можете повернули нужным местом и прилепили вот так плоской ладони прижимаем тогда пупырь оставит место в этот пузырчик а все остальное не покрасит так раз эти у нас пузырики появились вот еще прокрасила еще просто дополнение к работе которая можно и не выполнять вот сюда вот бахнуть в этот угол буквально два пятна вот таких цветовых раз чтобы интереснее заиграл наш фон чтобы зрителю можно было рассмотреть нужно уважать зрителя всегда нужно давать ему простор для впечатления эмоций какой нибудь полета фантазии вот добавьте чего-нибудь ваш рисунок чтобы зрителю можно было что-то порассматривать это не просто пятна я брызги добавила не просто брызги я добавила еще какие-то штрихи мастихином и кроме них еще вот такие вот пузыри чтобы интересно было рассмотреть мою работу все на этом мы закончили можете повторить в точности как я можете добавить что-то своего привнести авторские идеи вы вольны рисовать свою собственную авторскую работу и помните что всегда можно это делать на огромном формате как я говорил у вас получится красивая и яркая интерьерная картина в стиле поп-арт я надеюсь вам понравился мой урок я желаю вам вдохновения подписывайтесь на мой канал нажимайте колокольчик чтобы быть в курсе новых видео пока до следующих занятий уроков а